В минувшую пятницу Россия вспоминала одну из самых печальных дат своей истории – день начала Великой Отечественной войны. 77 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Указом президента России этот день с 1996 года объявлен Днем памяти и скорби. О приуроченной к этому дню патриотической акции, прошедшей в Москве в Музее Победы на Поклонной горе, расскажет наш корреспондент Эльвира Гордеева. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби, в Музее Победы собрались ветераны, молодежи из патриотических клубов, представители общественных организаций столицы. В России нет семьи, через которую не прошла бы война. И в этот день мы вспоминаем как своих родственников, тех, кого мы знали лично или по рассказам близких, так и каждого безымянного солдата. Десятки миллионов людей не вернулись домой. И я уверен, что пока мы бережно храним их имена и образы, они останутся с нами. К собравшимся в зале славы обратилась председатель ветеранской организации 95-й гвардейской стрелковой дивизии, участница Сталинградской битвы и боев на Орловско-Курской дуге Мария Михайловна Рохлина. Я маленький солдат большой войны. Но я прошла все гордила самых тяжелейших испытаний. Я многим закрыла глаза. Я сын инструктор санитарного взвода пехотной дивизии. От простых солдат вызывают вам люди. Помните, какой ценой досталась вам победа. Затем участники акции прошли к монументу скорбящей матери в зал памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. Здесь была установлена главная свеча памяти. Участие в акции памяти в этот день приняли жители более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Были также зажжены свечи памяти всех народов республик СССР, городов-героев и городов воинской славы России. В честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне в России были приспущены государственные флаги. Прошли церемонии возложения венков, объявлялись минуты молчания. В храмах проходили поминальные богослужения.